Девушки отдыхают Похоже, здесь его любят Или боятся Синдри! Привет! Я бы тоже удивился, но я знал, что вы здесь У меня для вас кое-что есть Спасибо В чем дело, гном? Знаете, я рад, что еще раз побывал тут до Рагнарека О, если бы эти камни говорили У них были бы рты Грязные и мерзкие рты Ты не мог бы дать мне свой лук? Давно пора болотить его сменить Давно хотел попытаться извлечь Ани Выгоду из структурной предрасположенности Некоторых материалов К определенным звуковым вибрациям Ну, что ж, спасибо А что изменится? Терпение Думаю, некоторые вещи лучше Увидеть О, стреляй в те ворота Но перед выстрелом Скажи Ски-Альфа Ски-Альфа Ялта Вовсе не обязательно было Убить половину пещерных тварей Не довели Откуда же я знал, что они там? Берегись Сзади Ладно Итак Дурлен Зингер Не знаешь, где таверна? Я что, по-своему похож на того, кто ходит по тавернам? А вот стоки, в которых ты пробил дыру, выглядят перспективно Для вас По ним можно попасть на другую сторону Потому что вряд ли здесь найдется иной путь К вашим услугам Значит, все попрятались из-за нас? О, ну конечно Власть Одина здесь так сильна, что местные боятся любого чужака Как это характерно для Одина? Продолжение следует... Вот ещё поэма Квасира. Удачи вам! Удачи вам! Мельнейших рассудок порой перевешивает храбрость. Страх помогает им выжить. Да, верно, должна быть где-то неподалёку. Может, постучаться к кому-нибудь и спросить дорогу? Там что-то есть. Можно вас... Ну уж, спасибо. Извините. Если хочешь мне что-то продать, проваливай. А если нет, будь б***ь, проваливай. Наука! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зажигательная бомба Осталась от одной участницы восстания против Одина Она умела воодушевить на борьбу Потом перешла от слов к делу Продолжение следует... А вот это уже интересно, да? Не похоже на жилье Если он там, может мне с ним поговорить? Тебе? Ну, мы же не хотим его запугивать А ты высоченный, с отрубленной головой на поясе Я не в обиде Но ты прав Хорошо Эй, будьте насторожай Тут, знаете, бродят какие-то пришельцы А, это вроде как мы А, ну, если вы собираетесь меня убить Дайте хоть песню, сперва закончу Этот звук так попал в тональность Мы лишь ищем друга Его зовут Дурлин Ну уж будет вам брать-то У Дурлина больше нет друзей Но если вам нужен он Идите вон там в обход И прямо за рекой найдете его контору Только остальных не трогайте, пожалуйста И пока ты бродишь по нашему миру Может, заодно загладишь вину головы? Какую вину? Потом, брат Расскажи мне про эту вину Машины в заливе Спроси лучше у своего высокомерного черепа У головы на мне есть кожа Но он прав Я совершил ошибку И хорошо бы ее исправить И хорошо Что это Ни заходят И я не знаю Дурлин И дурлин И я не знаю И я не знаю Серьезно И я не знаю И я знаю И я знаю И я знаю Простите, еще кое-что. Хотя мне незачем просить прощения за свои дары, а вот вам стоит сказать спасибо. В общем, вот. Будьте осторожны. Как красиво. Спасибо. И прям красиво, верно? А еще очень полезно. С ним вы отыщете что угодно, что захотите. Правда? Ну, если ты и твой отец захотите отыскать одно и то же место, то да. Правда. Это компас. Да, но красивый компас. Теперь в путь. Идем. Идем. А Синдри говорил, так быстро этот дурный ведет за собой пунтовщиков. Но, похоже, никого он не ведет. Главное слово — будто, братишка. Идем. Так, верно. Бак. Я видел причал. Может, там нас и лодка ждет? Продолжение следует... За скалами позади меня какое-то здание. Может пойти туда? Ах, эти клятые буровые машины. Что за машины? Скальд прав, что винит в этом меня. Это была моя идея. Если у тебя есть время, они в заливе за этим туннелем. Я был бы признателен, если бы мы проверили те буровые машины в озере. Дым видно прямо отсюда. Но если ты хочешь сразу идти к Дурлину, нам тогда в эти открытые ворота слева. Ну, куда двинемся? Прежде чем идти за тюром, можно еще подготовиться. Решай сам. Немир, это правда ты построил тебе машину? Один хотел подчинить гномов себе и... Ну, я убедил его, что их верность можно просто купить. Торговым соглашением с выводом. Здесь одна из буровых машин? Видишь тот столб дыма? Вот куда нам надо. Попробуем остановить эту машину. Попробуем остановить эту машину. Не могли прекратить? А дальше что? Их новые горны отравили землю Свард Альфхейма. А сами еду они выращивать не могли. Только покупать у Асгарда. Если бы они отказались работать, остались бы с пустыми животами. Но. Мерзко. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-нибудь выяснил? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Они все наступают Это Бергсрад Знай себе плодит тварей, как в последний раз Для нее так и будет ДимаTorzok Осторожно, сзади! Сзади! ДимаTorzok Сзади! Сзади! ДимаTorzok 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 Если гномы согласились служить Асгарду, почему они винят тебя? Я заставил их обречь себя на кабалу Они сами выбрали Трудись или умри, это не выбор Выбор был лишь на словах Это чистопробная свартальхемская руда В машине от нее толку больше нет Но может наши братья Хульдры смогут из нее что-то сделать? ДимаTorzok 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 Атрей Уже получается лучше, быстрее Вдруг однажды я стану лучше тебя Если нет, я не справился Как появились эти машины? Я построил их, чтобы добывать руду для оружия Ресурсы, которые в ином случае достались бы гномам Если остановим их, гномы смогут обрести независимость? Не знаю, но нужно сделать хоть что-то Дозорная башня? Смотри, там еще один гейзер Огромный Может потом сходим к нему? Его и отсюда видно На этом острове есть еще одна буровая машина Чуешь дым? Как вообще гномы согласились прислуживать асам? А ты угадай Ты им солгал Я им солгал Ты миллион Кто зудор Кто зудор Кто зудор Кто зудор Что это такое? Скоряли Мы могли бы перемахнуть через этот подъемник. Спасибо. Вот теперь он где надо. Вот теперь он где. От этих бочек пахнет топливом. Я думаю, искра от твоих клинков разгорится на ура. От этих бочек пахнет. По-моему, тут можно пробить землю, если ты залезешь куда-нибудь повыше. От этих бочек пахнет. От этих бочек пахнет. От этих бочек пахнет. От этих бочек пахнет. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Должно помочь Нет, так не достанем Да, вроде так Не так уж трудно Должно помочь Субтитры сделал DimaTorzok Должно помочь Впечатляет Должно помочь Создание оружия было священным обрядом Но Один просто хотел получить как можно больше клинков в врачайшие сроки И с каждым наспех сделанным мечом гномы теряли частичку себя Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают. 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 Брат, хочу напомнить. Свартальфеймская руда, которую мы нашли, может пригодиться Броку или Синдри. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот наш ключ. Теперь надо добраться до дозорной башни на берегу. Что ты не договариваешь? Просто доверься мне. Есть еще история о Торе и Одине. На чем мы... А что насчет Фьорген? Мать Тора же была великаншей. Безусловно. Обстоятельства ее кончины весьма таинственны. Но я не стал бы винить в этом Одина. На него это сильно повлияло. О, знаю. Еще был Аскадин, королева охоты. Она отвергла Одина и тот обманом заставил ее убить собственного отца. А еще Старкат Могучий, военачальник Йотунов. Опорочен Одином, обманут и убит Тором. И еще Трюм Коварный, царь великанов, укравший молот Тора. Один обменял молот на Фрею, а затем тайно отправил к нему Тора и тот убил весь двор. И сделаем пока что паузу. Опять! Опять! Продайки Паузу. Ты слышишь? Нет. Я вроде слышал голос. Не бери в голову. Просто вставь ключ в замок, брат. Пятые ямы Драугров! Избавимся от этих ревчущих богатств! Пятые ямы Драугров! Пятые ямы Драугров! Пятые ямы Драугров! Пятые ямы Драугров! Пройдет! Пятые ямы Драугров! 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 Продолжение следует... 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 Как ты их? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты знаешь, это не хуже меня Теперь другой плавник Надо придумать, как пробраться за обломки Над тобой, берегись! Субтитры сделал DimaTorzok Ты злишься на меня, да, брат? Я помню, каково носить ярмо на шее Такого никому не пожелаешь Субтитры сделал DimaTorzok Узнал что-нибудь? Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Сверху, осторожно! Зачем ты его пленил? Из его жира получалось знатное масло для ламп Одина. Масло? Для ламп? Какой бы гнев ты не испытывал, как бы не презирал меня. Знай, я ненавидел себя куда сильнее. Знай, я ненавиделся. Знай, я ненавиделся. Плавник, будь любезен. Вижу. Остался только хвост. Еще Эдла, слева! Ялпа! За гнездом было какое-то устройство. Там есть причал, но к нему не подобраться. Ялпа, раздрелся. А ялпа, раздрелся! Ясно! А ялпа! Продолжение следует... 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 Ну да, сейчас мы вряд ли сможем что-то сделать. Это существо, дуровые машины. Это ошибки, не мир. Но виноват Один. Это не оправдание, малыш. Но спасибо за эти слова. Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай, огромная ленивая душа, прочь! Не двинулся. Почему он не двинулся? Успел привыкнуть к своим цепям. Ну, нет. Все можно исправить. Надо заставить его плыть, спугнуть. Как-то... Не все можно исправить. Лишь сделать лучше, чем было. Ему нравится дуновение ветра. Я чувствую. Пусть это его утешит. Но этого же мало. Такова жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...